Всем привет! Итак, задача такая. Собираем системник в 45 тысяч, ну, соответственно, насколько возможно это будет игровая тачка. Попросил меня мой подписчик, а мне не сложно. Долго искал, где же конфигуратор в сетилинке, блин, он сказал, что магазин вариант там сетилинк DNS, но сетилинк подешевле все-таки, поэтому подберу пока в сетилинке. Если что, потом в DNS можно будет те же самые железки сравнить. Долго искал, где же конфигуратор, куда спрятался, в итоге, блин, через Яндекс, через поисковик нашел. Вот они его запихали-то. Ну, ладненько, приступим. Тут вопрос, с чего начинать в 45. То есть, в принципе, если попробовать взять какую-нибудь видюху по продвинутей, да, то можно потом от нее толкаться, от видяхи в обратную сторону. Блоки питания, даже не знаю, с чего начинать. Наверное, корпусники. Был у меня там корпусняк неплохой. Выбрать из каталога. По-моему, термалтеки я смотрел с очень удобными такими боковыми вставочками. Сейчас посмотрим, что мы в бюджет впихнемся или нет. Аж 15 черненький. Что у нас там? Внутряночку хочу посмотреть. Нет, не он. Не он. Такой, по-моему. Не знаю, может, потом придется, конечно, запиливать, когда в бюджет не будем впихиваться. Вот, вот. Вот этот вариант мне очень нравится. Уже брал несколько раз такие корпусники. Три места под SSD-шки и три под HDD. В принципе, видюхи длинные влезают. Совсем монструозные. Сейчас все равно не укупишь за 50 тысяч они стоят. И выше. А, в общем-то, все такое среднебюджетное. До тридцатки, до сороковки вполне, я думаю, туда залезет. Так, а, у нас же не в корзину. У нас же, блин, выбрать среди. Так, мне нужен ATX все-таки. Да, давайте вот этот сделаем. Выбрать для сборки. Так, еще раз перепроверю. Оно не оно? А то ошибемся что-нибудь. Да, оно. Так, дальше. Материнки, працы. Материнский выбрать каталог. Ну, давайте попробуем сначала пойдем по цивильным платам. То, что точно я знаю. AM4 сокет. Формат, наверное, я бы взял все-таки ATX полноформатный. Но если бюджета не хватит, будем упиливать. Да поменьше. Какой-нибудь средний чипсет из B350. Вдруг человек погнать все-таки захочет. А сроки не беру вообще. У меня, ребята, только что вот человек ко мне приезжал. Мы пытались собрать. У него дома, ну, не дома, на работе, короче. Он купил материнку, а срок вскою. Ну, и свежее железо, соответственно, там райзен был 1600. Короче, столько глюков. В итоге она у него не завелась. Он привез ко мне. Мы все перебрали. Все свои железки туда поставил. Она завелась с моими железками. Потом мы пересобрали его железки. С его железом совсем тоже опять материнка завелась. Он ее увез на работу. Вкрутил в корпус. Она у него три дня поработала. Потом он попытался с чистого памяти поднять на 200 МГц. И все. С тех пор плата не заводится. Пробовал био сбрасывать. Оставлял его там с вытащенной батарейкой на сутки. Бесполезно. Сегодня я к нему ездил. Мы пытались еще мой камень туда запихать. Короче, он также не завелся с моим камнем, с моей памятью. Надеялись, что может с другим процессом она, материнка, там сбросится и стартанет. Скажет новый процесс, новые параметры. Нифига. Короче, со сроком я завязал. Я четыре раза по материнке покупал осрок за последние несколько лет. Из четырех две были косячные. Вот сейчас еще один пример, что осрок я брать не буду. Не собираюсь. Ибо сильно геморройно. Так, ну в общем. Проблемные они. Проблемные. Ну давайте вот эту что ли платку возьмем. А там если не будем по деньгам вписываться, то возьмем что-нибудь побольше. Хотя, хотя... Давайте все-таки с четырьмя слотами посмотрим. Не обязательно полноформатную платку, но чтоб четыре слота под память были. Ну мало ли сейчас давай по восемь засунем, а потом человек еще захочет памяти добавить. Кто знает как оно пойдет. Так, самый дешевый что у нас? MCI-ка, да? Ну только не осрок. 4700, 4900. Ну давайте MCI-ку возьмем. В принципе собирал на этих платах. Ничего. Нормально. Прокатывал. У них еще разъем тут металлический. Под особо тяжелые видюхи. Сзади порты. Ну и USB-шек тут хватает. Прям с навалом. Восемь штук ажи. И все три вида видеовыходов. Тоже чудесно. Так, давайте. А с другой стороны там слот-то M2 у нас есть или нет? Потому что, по-моему, в этой платке слот M2 есть. А, и здесь у нас в Asus есть M2. А здесь не вижу. Уж лучше тогда переплатить немножко денег. Там 300 рублей разница. И взять платку под... С наличием. Место под M2 слот. В принципе, технически можно и в очень маленьком микротексе даже собрать с такой платой. Ну ладно, если не будем в бюджет впихиваться, посмотрим. Может на микротексе и соберем. Так, блин, я все в корзинку добавляю по привычке. Так, выбрать для сборки. Иди сюда. Отлично. Два товара в корзине. Это что у нас? Это то, что я туда добавлял или то, что в сборку ушло? А, это то, что я сюда закидывал. Ну ладно, пусть тут болтаются. Фиг с ними. Так. Камешки, камешки, камешки. Ну, давайте попробуем взять. Как показывает практика, Ryzen 1600 очень нормально встают. Они 3200 МГц по умолчанию. 1600 Ryzen. У меня он нормально на 3.6 встает без проблем. На 3.8. Я его 4-шку даже на него вставил. 4 ГГц выставлял. Ну, не очень стабильно на 4-шке. Там уже надо питание поднимать. Там здоровый хороший кулер нужен. Но я думаю 3.7, 3.6 прям в легкую. 3.8. Даже без поднятия напряжения. Все по умолчанию. Так что можно брать и не 1600x, а 1600 просто. Сейчас посмотрим, насколько там разница. Так, пятый, седьмой. Применить. И в разогнутом состоянии на 3.9 ГГц он у меня практически равен восьмиядернику 1700-му. Ну, в смысле, да, 1700-му восьмиядернику от Ryzen. В тестилках. Так, пятый 1400, 1500. Хотя, в принципе, наверное, больше упирать стоит в видеокарту, потому что процессора сейчас хватает и ценники на них не очень большие. А вот видюхи, блин, космос, зараза, стоит. О, уже 2400G появился. Это же здорово. Это же прекрасно. Уже можно сказать... А, еще рестайлинг у нас готовится, райзеновский. Ну, разница 2000, как бы, между тем и тем, райзеном. Причем боксовая от не боксового. Отличается, я так понимаю, гарантией. И то, что один идет в коробке с наклейкой, а второй идет просто в виде камня. Разница тут получается 300 рублей. Немного, но я не помню, что процы дохли. Честно. Здесь, правда, еще кулер идет в комплекте. То есть, если его не гнать, можно оставить родной кулер. С другой стороны, если взять хороший кулер, а потом делать апгрейд, то можно хороший кулер снять и поставить на следующую уже железо, на новое. А райзен боксовенький с родным кулером отдать тому, кому ты продашь свое бушное железо. Так что, наверное, я возьму все-таки боксовый, потому что 300 рублей. Кулер у райзена все-таки хороший, и 300 рублей он не стоит. Я думаю, дороже стоит. То есть, разница между ним 300 рублей, а кулер все-таки там хорош. И не знаю, опять же, человек будет его гонять, не будет его гонять. Так, в принципе, и камень холодный, если не гонять, родного хватает. Ну, ладненько, это можно уточнить, плюс-минус там, утрясти. Так, бюджет на 45 тысяч. Пока не буду трогать это дело. Модули памяти. Я думаю, нужно все-таки, бюджет позволяет, если что, запилим, ставить две восьмерки. Ну, минимум можно и одну восьмерку, но лучше, конечно, две восьмерки. И я смотрю, вот трехтысячной памяти достаточно много. Можно попробовать так. Можно посмотреть. Я просто смотрю, какой больше всего. 2,600, в общем-то, память у меня свободно на трешку встала. Трешка, может быть, ставит на 3200, если повезет. Или на 3400, но тоже сомневаюсь. То есть, когда свыше трех частота, уже память фиговенько достаточно гонится. Я думаю, на 200 поднимется легко, а вот дальше уже как повезет. В то время как 2,666 тоже, наверное, как повезет. Иногда 2,800, 2,900. В общем, лотерея. Все это лотерея. Парные модули не знаю. Давайте посмотрим вот так. Объем одного модуля. И мне нужна ДДРК 4, и мне нужна для компа. Crucial или Crucial, как их назвать. Латентность большая, 17-я. Память что-то немножко снизилась, что ли, в ценнике. Чуть-чуть, по-моему, упала. Эти, не знаю, Samsung. Народ говорит, что Samsung хорошо гонятся. Я смотрю, у них сейчас прям акция пока. Но я бы взял что-нибудь такое с маленькой задержкой и все-таки с высокими частотами. 2,400, 2,400. Так. Вот такую я брал себе, по-моему, Crucial. Только они парные были. То есть вот то ли такая, то ли такая палка. Они были парные. И гнались достаточно хорошо. Как я уже сказал, до трешечки они встали нормально. 6,150, 6,160. Ну, 6,500 они были прям даже по акции сейчас. 16,2,400. Чем отличаются? Просто радиатором. Но это зато безакционные. Да даже интересно, что там у них между ними. Нифига себе, а что такие деньги? Что так дорого за 15-ю латентность? Все равно как-то странно. 2,400, 2,400, 2,400. Просто трешечная. А, 2,600. Так. И у меня, по-моему, 2,600 память стояла. Не 2,400. Что-то я уже путаюсь. Да ладно, несущественно. Ну, блин, тут опять все в бюджет упирается. Дорогущая она, собака такая. 7,000, по сути, за палку, если брать. А ничего, по частоте мы выше не гидим, да? Либо взять одну 8-ми гиговую, но трешечную по частоте. Так, я же не применил выбранное-то, да? А там еще какой-то вариант был. Еще 2,900, да? 2,800, 2,900. Давайте среди них посмотрим. Блин, они же по 7,000 палка. Пипец. Прям хоть одну бери, а потом вторую докупай. Потому что из бюджета мы сейчас здорово выковырим. Задержка большая. У этой 2,600 и 16-й, у этой 18-й. Корсарчики. Тоже, ну, это по цене самая дешевая. Причем сейчас еще акция. Давайте одну палочку возьмем для сборки. Так, итого у нас 26,690. Я думаю, видюху тут надо впихивать. Плюс жесткие, да? Опять же, вопрос балансировки. Потому что видеокарты, что там у Ситеринька есть. ДНС, кстати, побольше выбора видюху. Существенно побольше. Так, ну, тут бюджет. Бюджет, я думаю, где-то от 14. Посмотрим, что там есть в этом бюджете. MCI-ка 1050 Ti. Нет в наличке, спасибо. Гигабайт 1050. Есть в наличии MCI-ка. Вот такую бы я какую-нибудь взял. Хорошо гонится. А следующий диапазон. Здесь просто ценник. И сразу же 1060. От гигабайта идет либо от Asus. 24700. Палитовская, смотрите, как они себя ценят. По цене это 25900. Пипец, конечно, разница. 24. Ну, давайте попробуем все-таки на 1060 замахнуться. Если не влезем, будет 1050 Ti, какая-нибудь MCI-ная, вот такая вот пожирнее, которую погнать можно, у которой кулер тихий, но их две штучки. И, по-моему, доп-питание даже есть. Да, есть доп-питание. То есть можно погонять. Потому что, как правило, из того, что я читал, без доп-питания видяхи не гонятся. Так, давайте в самую дешевую. 24200. Блин, ну тут разница. Та-дам. Да, в принципе, идти и идти нормально. Ну, блин, одна штука осталась, потом, может, вообще не будет. Давайте такую, что ли, для сборки засунем. Ну, и что у нас бюджет? Та-дам! Все, у нас бюджет уже кончился. Так что, друзья мои, в 45 мы не засунем все это счастье. Значит, не будем дракониться и бежать за видяхами. Можно, кстати, взять камешек чуть попроще, но там разница. Он будет, наверное, десятку стоить. То есть там 2000 мы всего лишь сэкономим. Нет, давайте нормально тогда соберем дисковую подсистему. Видеокарты. Выбрать из каталога. Зря, наверное, я ушел с той менюшки. Ну, раз ушел, значит ушел. Хорошо, тогда у нас 1050 Ti. Покажи нам, что тут есть. По цене отсортированы. Возьмем ту, которую можно погонять. MCI-ка GTX. Блин, их две. Чем отличаются? Причем тот хит, а тот не хит. 4 гига, 4 гига. В чем фишечка та? 7100 память, 708 память, да? За 1330, за 1330. Чуть-чуть разница в памяти. И в деньгах косарь. Блин, по-моему, это несущественно. 100 МГц по памяти, при том, что общая частота у нее 7000. То есть это 100 МГц, блин, это 10%, получается это 700. А это даже какие-то вообще там мини-проценты, что ли, выходит. То есть это 7700, это, блин, вообще там 2-3% буквально разница. Думаю, что не сыграет роль, а вот косарь по деньгам прилично, я считаю. Давайте ее выберем для сборки. Раз они все с доп. питанием. Хорошо. Так, 42. Что-то мы уже уперлись прямо в набор. Либо я чего-то тут переборщил. Ну, сейчас мы камешек тогда запилим. Уменьшим. Можно корпусняк запилить, поменьше взять. Да, наверное, тогда с камешком разберемся. Может, какой-нибудь самый дохленький 5-й Ryzen возьмем. Так. Что у нас дальше? Жесткие. Блин, я все-таки SSD-хуб... Опять же, бюджет, 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 все упирается в бюджет. Что у нас там? Три с половиной. Потом SSD-шку, если что, человек докупит. Можем на корпусе, конечно, поэкономить. Объем. Давайте терабайтник. Меньше терабайтника уже как-то брать не кошерно, потому что между одним и двумя TB там уже разница по ценнику приличная. Ну, либо Сиогетину, 64 память, 64 Тошиба. Да и те, и те я брал, в общем-то, работали. Тошиба вообще уже достаточно во многих местах долго работает. Давайте Тошибу, что ли, возьму. Так, что у нас далее? Сейчас я посмотрю, кто мне тут что написал. Нет, пока ничего не написали, и это радует. Так. Отлично. Та-дам! 45-100. Бюджет у нас был 45. Так, что варианты, ну, либо мы можем попилить корпус, но это мы где-то косарь с него, с минусуем. Память, на память, на еще палку мы все равно не наберем. Можем попилить камешек. Ну, а смысл? Да проще человеку потом SSD-шку докупить, да и все. Наверное, какой-то такой вариантик. Наилучший будет. 100 рублей, я думаю, человек найдет. Как раз с боксовым кулером. Камешек будет холодный. Может, он его на 200-300 МГц поднимет. И, в общем-то, все, мы вписались. Так, еще раз перепроверим. Ага, не вписались мы нифига. Нам придется еще искать блок питания. А блок питания у нас уже прям бюджет начинает поскрипывать. Сложный вопрос. Вопрос, конечно, на чем спиливать. Хочется спиливать то, что не сильно будет влиять на производительность. Можно взять 1050 Ti не гейминга, что-нибудь попроще. Ну-ка. Раз уж у нас бюджет, потому что нам еще блок питания. Сейчас посмотрим. Точнее, нет. Давайте так. Какой-нибудь самый лайтовый вариант. Давайте Asus. Все время забываю, что, блин, все дико дорогое. И что-то в 45 системник, ну, как-то сложновато собирается. 43. Это у нас 2 штуки на блок питания. Можем сэкономить немножко на корпусе, так как платка маленькая. И попробовать, попробовать, попробовать. Так. Теперь у нас... А, то есть он считает, что все. Вот. Покажите нам блоки питания. Блоки питания, слава богу, в последнее время завезли в CityLink. Я думаю, надо просто взять самый дешевый Thermaltake и не заморачиваться. Мощности там просто за глаза. Эта штука просто светится. Все остальное дальше уже очень мощное, но нам не надо. Блин, опять в корзинку я пихаю. Да что ж такое-то? Выбор для сборки. Ну вот, 45270. Хорошо. Практически ничем не пожертвовали. Чуть-чуть видюшечка попроще стала. Итак, подведу итог. Что у нас получилось на выходе? Я обычно всегда так делаю, чтобы ничего не забыть. Я представляю, как это все будет собираться друг за дружкой. То есть, грубо говоря, сначала мы берем корпус. В него вкручиваем блок питания. Потом туда идет жесткий диск. Потом идет материнка. Туда проц ставим. Проц у нас боксовый должен быть. Сейчас мы его перепроверим, что он боксовый. Потому что некоторые боксовые процедуют без кулера. Так, ну здесь визкулер, так сказать, в наборчике. Отлично. Потому что там, где без кулера, стилинг прям подписывает явно, чтобы народ не ошибся. Так, у нас получается материнка. Туда проц сверху кулер. Туда плашку памяти засовываем 8-ми гиговую. Туда же идет видюха. В общем-то, этот набор есть. Жесткий корпус, блок питания. Ну все, в общем-то, сборка получилась. В итоге я сейчас как-нибудь ее обзову магически. Вот эту ссылочку положу под видео в описании, чтобы вы могли зайти и посмотреть. И, соответственно, человечку скину ссылочку на подборку. Я думаю, 270 рублей уж он найдет. Если лимит у него 45, вот, винду сам поставит. На этом, наверное, у меня сегодня все. Надеюсь, видео было чем-то полезным. Всем спасибо. Пока. До новых встреч. Вы знаете, что я обожаю по скриптуму. Так будет и в этот раз. Единственное, что могу добавить тут. Можно сэкономить на корпусе. Взять какой-нибудь самый дешевый простецкий корпус. Микротиксовый даже. Он будет стоить тысячи полторы примерно. Ну, может быть, тысячу. И оставшиеся вот эту 1300, ну, примерно 1000 рублей, копеечку добавить и взять отдельный кулер помощнее под Ryzen. Что-нибудь за 1300, 1500. Но это придется еще сюда где-то косарь накинуть. То есть, будет все вместе железо за 46 ориентировочно. Соответственно, кулер этот поставить на пятый Ryzen и его немножечко погонять. Побольше, чем с боксовым кулером. Потому что с боксовым, я думаю, максимум 200-300 можно будет частоту поднять. Но это, опять же, по желанию владельца. В общем-то, основную базу, костяк конфигурации я собрал. Вот на этом действительно все.